привет мои дорогие друзья с вами предводитель альянса кмч андрей hero energy я хотел бы это видео посвятить миша савари и кости гриде так как я смотрю их давно и у них всегда возникает проблема там с третьим или со вторым тапочком или может быть четвертым они всегда ищут кого бы взять ну там на 2 3 этапах часто размышляет о том что брать брать драйк фонга или не брать хороший ли он урона носит хорошая ли у него способность и хватает ли его для для комфортной игры в тех тапах тех тапка которые они собирают и я хотел показать этот свой тапок это этим тапками играя уже около года я немножко волнуюсь конечно сейчас соберусь и все расскажу это тапок вообще я всегда играл в играл классические 32 это два хила в разных цветах и ударники например там ну понятно что два хила в разных цветах это получается у меня например фиолетовая тройка где есть два ударника хилл и еще там пример ударник и хилл пример там в красном например машка и клык ну примеру так вот а тут у нас на началась мера бед мемера ббр и фрей и надо было когда справляться с ними ясно я ну для меня это был риск я пошел в три ударника в одном цвете и два хила в другом цвете не знал что из этого выйдет оказалось оказалось очень хорошо токсикандра выпала мне вообще невероятно там с 8 крутки я ее сразу качнул и раньше она была круче чем сейчас потому что она давала раньше 08 маны а сейчас он дает 05 маны процентов и у меня у меня получается в этом тапки байонг 7 камней джун 7 камней ури 9 камней токсикандра 7 камней и велиндор 9 и раньше я собирал например если я собирал нет не буду брать мне не помню уже но смысл в том что иногда ульту ульта токсикандры помогала добирать до ульты 9 камней да как туда я собирал у меня тогда видимо он был не помню ладно не буду об этом сейчас я хочу показать это тапок вам я записываю свои видео войны и этим тапком я хожу против самых сильных команд например беру и по центру у нас еще идут с 0 вы пошли и ну конечно же это приплечье один фрик морей ли это все все убойные все убойные массовики которые если силу тянуть то мы не то мы не переживем так что еще в этом тапке надо сказать интересного ну что это тапок собирался против беры в основном потому что это у нас токсикандра съем грязи и и средств средств брони от вот фрик также у нас мелиндор в костюме это тоже защита от фрик и постоянный текущий хил а еще и мелиндора за что я люблю и почему я сломал его потому что он дает 45 до 46 процентов защиты это порой у героев типа там тысяча брони джуна тут чуть меньше тысячи тоже меньше тысячи там 480 брони накидывается и порой та же самая ульта от массовиков срезается те же самые 46 процентов то есть сами щиты от мелиндора это вообще тема почему я играю баенга такого непопулярного и непопулярного гэма но среди топовых игроков но полон умеет 2 он имеет вообще-то саппорт саппорт хорошего уровня у него имеется две хорошие способности первая способность это его 75 процентов слепоты это это лучше чем к делен это лучше чем ханитра это лучшим и нари я стабильно имею 3 у ворота из 5 что например не может похвастаться те же самые топовые к делен и и и и прочего ручки и 2 его 2 его топов навык это 30 процентов против особых навыков на протяжении четырех ходов то есть ультует баенг вешается вся стихий на на урии на джуна на баенга и он еще дополнительно спасает нас от ульты массовиков то есть это дополнительный деф если конечно боем с мельдора мульта 0 и то мы переживаем вообще любую ульту так ну все теперь давайте я перейду на youtube и покажу вам ускоренном режиме тапочки где расскажу некоторые нюансы по набору камней и по работе данной связки так первый тапочек у нас скорость поставлю сразу побольше поставлено 2 тут очень долго он идет тут конечно у нас собирая тапочек расставляю отряды 30 4 800 силы команды сломаны не сломаны чуть не посмотрел а тут еще еще пока слова максимального нету то у нас нас на сломе только elizabeth тут пока я буду собирать камушки я расскажу про особенности урона урии и джуна вот когда у нас elizabeth не было сломано урии джуна хватало для убийства elizabeth это примерно не по 800 бьют в среднем что джун стури не у них одинаковый урон и это 1600 как раз хватало убить elizabeth как только elizabeth сломали у нее там стало за 1700 хп и ури джуном стало не хватать и мне приходилось еще боенком добивать либо скорее либо искать камень под ней потом него наконец-то упал эфир желтый и я сломал джуна и сломанным джуном стало хватать для убийства сломанной elizabeth так тут мы набрали уже по три камня везде мы набрали три камня какая у меня задача вообще в любом в любом тапке либо я все набрал токсикандру посмотрите сейчас остановлю буду буду рассуждать какая цель у меня в этом в этой в этой команде атаки я сначала либо набираю быстрых ударников это у меня байон и джун 7 камней либо набирает токсикандру 7 камней если набрал джуна и байонга байонг по 20 этими отрядами бьет до 1000 брони у соперника бьет примерно 530 520 если свыше 1000 брони этого там уже и 500 и до 480 примерно так вот в принципе я играю уже год урон и урон и все выучил джун нас на сломе бьет блины 900 может выдать и 800 780 ури бьет джун сломаны на 100 единиц больше 870 спокойно ури может выдать это в самокупе выходит 1000 где-то 300 урона я могу с двух героев я могу ударить я конечно смотрю уже состояние хп противников если хватает и выношу если нет то обычно выношу центр джуном а байонгом всегда контролирую поле в данном моменте мы собрали токсикандр 7 камней ну то у нас полетело поле у нас было три камня желтых три же три желтых камня сейчас смотрите 333 желтых собрано я ультую токсикандрой дается 05 маны я собираю тройку и на следующий ход дается еще 05 маны от токсикандры и дозаряжается обоемки джун то есть получается я собираю 6 камней из двух ходов а токсикандры у меня докидывается один камушек здесь был очень долгий бой и долго думал долго размышлял никогда не тороплюсь здесь я думаю как бы мне лучше разыграть мои камушки желтые потому что их много чтобы не разбить все вот один ход пошел сейчас не манам манам манада кинется вот второй ход второй я собрал вторую тройку сейчас по идее хоть завершится и мне дадут маны какой еще прикол смотрите ультанула бера пять процентов срезала и и токсикандр те же пять процентов мне восстановила добавила я тут не перепутал ну-ка да я же я же собрал да и от я я не собирал желтый мне получается я собрал тот 666 желтых подожжал два хода бера срезала маму их токсикандр все равно докинула эти пять процентов 0 5 процентов и у меня получается очень быстро и становится обоенки джун ну далее я жду пока спадут ворот и даже можно прокидываю ходы а ну убираем каде потому что в рот и сейчас он будет заново ультовать это конечно плохо 750 по 1150 броне ну и джун примерно тут сок уже выдал сейчас мы будем смотреть как с каде будем бить каде конечно монах был риск что от монаха может сопротивляться а только байонга но слепоту мы повешали вот видите 3 и 35 мы увернулись далее можно еще промотать тут еще потом будет у меня ультовать элизабет так у нее стойкость то есть у ворот и не повесились не у ворота слепота ну тут ладно тут понятно тут я бы выиграл потерял токсикандру принципе убил так поехали второй тапочек поле нету поле будем крутить тут у нас из выявите топовая оборона получается x 0 фрик один все самое лучшее либо собираем желтые либо собираем зеленые троечку прокинули образовался зеленый кристалл собираем кристалл это пять камней пять камней и будем набирать таксикандру вот снизу троечка зеленые добрали таксикандру будем ее активировать пробуем набить с 0 не добили и добрали еще три камни ты камней желтых 6 камней желтых и ульту и таксикандра ну или мы тут сейчас вот дождем мы сейчас поломок с 0 фа добьем вертикальной зеленой тройкой и будем сред снимать фрик таксикандр и так а тут я чё буду делать а ну тут просто и да ну по идее вы в первом тапочки видели что это работает ульту и таксикандра два хода проходит еда заряжается ускоренный быстрый герой что это сделал я тут вынес стуни содина и блокирую элизабет то есть но слепоту вешаю все 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 промахи стопроцентный промах смотрите вот сейчас какой момент еще я ультанул урием в элизабет ну и по сути надо у меня байонг на ульте и джун на ульте кем добить конечно же надо добить байонг у него у него урон меньше ну мы тупо не жадничаем потому что у нас байонг это контроллер мы бьем во фрик даем слепоту контролем ее у нас тем более токсикандр еще на зарядке сейчас смотрим сколько воротов будет а слепота снялась хорошо пробили ну и далее мы снова набираю все это ну и убиваем всех да тут 488 боем пробил вот и все принципе быстро убили так дальше пошли здесь у нас на двадцатой минуте был я помню скорость стоит здесь мы у нас в альянсе много людей ушло поэтому мы просили по войне и по счету просили этот следующий бой будет тут тоже нормально тут уже не скажу что топовой обороны пошли получается что было вот какая более-менее сильную не более меня сама сильно к сильные сильно команда была против той я и взяла свою самую сильную команду здесь мы видим кристаллов собрали и у нас собралось три желтых тройки 33 желтых камня собралась одна тройка собралась у нас там по-моему пять опять пять зеленых собралось а сейчас до заряжаем тассикандру и активируем ее ну то есть как бы тут реально не жадничаем активируем тассикандру я и ждем то есть у нас мы полные по здоровью мы у нас все это вам просто активируем чтобы дозарядить наших ускоренных быстрых героев расход она добавилась и доход в общем это работает вот так вот собираешь 66 желтых камней через ход через два в чаш тассикандру и все добирается выносим 1 взрываем кристалла желтый ой желтый зеленый у нас еще урини не не до заряженный включая тассикандру до заряжаем урия все урия дозарядили но и выносим праву освобождаем правый угол смотрите снова щас когда какой ход будет тут я хотел добить и не добил тут я пожадничал джона тут я сыграл не в контроль пожадничал бывают и такие ошибки все вынесли и как бы все разобрали команду дальше не будем смотреть да да не будем строить из омнии так давайте чуть здесь ну принципе и я думаю понятно понятен ход моих мыслей моих рассуждений понятие на понятно сама атака этой команды тут у нас получается урии джун идут в виде двух ударников они они по сути выносят любого разлимичного и ноги героя если у вас один из них разлимичен боенки идет на подраховку на слепоту и два один из них топовый топовый хил а другой такой вот такой на разлимич сильный сильный старичок который имеет 920 брони и 1440 по моему здоровья на разлимич неплохо так дает тоже щитки и выживаемость и контра против фрик если на на плече против морель ну тут понятно тут я буду ханитру переждать все эти дела боем вот хочется кем-то заменить его но в голову вообще не приходит я пробовал сюда играть и мест смест играть совсем не то я пробовал играть и дивану сюда не подходит вот именно вот эта связка которая она чем хороша быстрый быстрых два ударника но она получается ты треть команды да сколько три героя это 7 камневые 2 9 камневые если мы заряжаем мы либо выносим либо у нас вылетает центр потому что противоцвет либо же у нас в какой-то есть плечо главных вылетает при этом мы уже имеем мы имеем ответ от среза бродни мы имеем контроль от боенга я таких героев вот смотрел недавно гриде у него и ури есть и джун есть и боемки есть конечно таксиканра это такой дорогой дорогой персонаж который не каждый поймает но я вот хочу поделиться своей сборкой сказать что вот этого сборка я год играю и статистика примерно из десяти боев я проигрываю только где-то один это если комбики то если ко мне нету как раз такое как раз такой был бой что тут у нас да я собираю свою сборку против проверяя отряды против кого какие-то у нас но отряды тут ладно ну как бы топовая оборона и садит эта война я в этой войне первые три тапка вообще не имел никакого камня т.с. я крутил крутил поле крутил или я заходил например синий команды был много много желтого в общем я три тапка зашел ничего не поймал и пошел добивать за собой за другими потому что не было вообще камни стати в в этот день воевал ковчег и убрут от было было то же самое у него тоже два или три боя тоже было без из камня но там он вытащил один бой и то есть вот буквально мы посмотрели там три четыре боя войны везде где камень есть везде мы везде мы выносим везде мы видим и имеем быструю зарядку конечно где камня нету просто просто тупо один фиолет фиолет и мы крутим крутим и фиолет влазит и влазит и это вот одна троечка нашлась и тут зеленый начали вылазит уже и морель и фрик на ульте и мы уже травимся ну в общем как-то вот так вот так что я предлагаю первую очередь я обращают видимо обращаю это видео с аварии гриде я хочу чтобы вы рассмотрели это тапок если или поделились у кого есть токсикандра например и те же самые те же самые герои месяцев показали это видео может быть им также понравилось бы они могли бы использовать использовать эту эти использовать эту сборку я был очень рад с вами был предводитель кмч 3 андрей спасибо за внимание